МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юные серпуховичи получили основной документ государства. Я очень рада. Я стала гражданкой Российской Федерации. Кому понадобилось пилить деревья в городе? Весной 2016 года будет произведена выставка молодых сажен. Либо играть по новым правилам, либо сходить с дистанции. Дмитрий Жариков встретился с владельцами палаток, чтобы разъяснить новую схему уличной торговли в нашем городе. Так, согласно одному из нововведений, торговые объекты нужно привести в надлежащий вид. За ходом встречи наблюдал и наш корреспондент Андрей Иванов. В серпхуе с 2016 года вступают в силу новые правила содержания торговых точек. Накануне Дмитрий Жариков на встрече с предпринимателями рассказал об основных аспектах нововведения. В городе вводится схема уличной торговли, разработаны три типовых проектов павильонов. Все желающие работать в городе будут выходить на конкурс, который проведет муниципалитет. Размещение непосредственно торгового объекта осуществляется по результатам проведения конкурса. Конкурс проводит непосредственно администрация города на основании положения порядка проведения конкурса, который был разработан на твое жрёвое администрации. Победители конкурса получат право на землепользование сроком до пяти лет. Ежемесячная плата у каждой палатки в зависимости от того, какой товар она предлагает, тоже будет разная. Поэтому владельцам нужно серьёзно всё взвесить, ведь сменить специализацию в течение этой пятилетки они не смогут. Вы чётко должны понимать, каким видом деятельности вы планируете заниматься. Чтобы не получилось так, что у нас в ряд выставился 10 киосков, которые будут торговать табаком, либо 10 киосков, которые будут торговать тем же мясом. Количество ларьков и торговых палаток на улице Ворошилова в 2016 году сведут к минимуму. По словам градоначальника, в будущем здесь планируется обустроить пешеходную зону. Продавать тут разрешат только прессу и мороженое. При этом сокращать количество торговых павильонов никто не собирается. Если на 2016 год по этому адресу размещение палатки не предусмотрено по схеме, значит, участвуйте в конкурсе, размещайте эту же самую палатку, приведённую в порядок, по другому адресу. Нужно просто ставить павильон достаточно вместимый, чтобы помещались туда холодильники, чтобы это было красивым фасадом. Это всё понятно. Это и более того. Многие предприниматели на это готовы пойти. Главное, чтобы они остались. Пока у предпринимателей ещё есть время ознакомиться с новым документом и оценить новые правила игры. Андрей Иванов, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов. В последнее время в разных уголках города работают бригады опиловщиков, вырубающие сухостой, засохшие ветки и разросшиеся кроны деревьев. В рамках городской программы благоустройства, проводимой администрацией, процедуре кронирования или удаления подлежат только те зелёные насаждения, которые отмечены специальной комиссией, как подлежащей обработке. Такие деревья несут серьёзную угрозу не только экологии города, но и безопасности горожан. При ураганном ветре, наподобие того, что бушевал двое суток в нашем регионе, ветви легко отламываются и могут травмировать прохожих или причинить ущерб имуществу. Как говорится, неприятные последствия легче предупредить, чем тратить средства на их устранение. Рёв бензопил накануне не на шутку растревожил жителей центральной части города. В районе земляного моста коммунальщики пилят деревья. На земляном мосту в данный момент проводится и кронирование разросшихся деревьев, и удаление больных, аварийных деревьев, сухостойных. Всё в комплексе проводится. Весной 2016 года будет произведена высадка молодых сажен. Кронирование деревьев включает обрезку сухих и ослабленных веток, формирование кроны, уменьшение массы ветвей, санитарный, омолаживающий. Также можно добавить и эстетические эффекты. Так что в будущем в центре появятся не только новые деревца, но и эти приведут в соответствие с санитарными нормами. А в четверг, 10 декабря, с 8 утра и до 16 часов, для этой процедуры будет перекрыта улица Володарского, от 1-й Московской до улицы Зуначарского. Выбирайте маршруты объезда. Более 30 школьников сегодня стали обладателями паспортов Российской Федерации. Для освещения этого торжественного события были выбраны самые достойные ученики, достигшие 14 лет. В этот день главный документ гражданина России им вручали в праздничной обстановке. Поздравить юных серпуховичей приехал глава города Дмитрий Жариков. Дарья Жарикова сегодня один из главных героев праздника. Перед получением своего первого паспорта девушка немного волнуется, ведь вручение будет проходить нестандартно. О том, что самый важный документ гражданина России получит из рук главы города, говорит, не знали даже родители. Для всей семьи Даши это очень важное событие. Я не ожидала, я очень рада, я стала гражданкой Российской Федерации, этим горжусь. От руководства города школьники получают самые искренние поздравления и пожелания. Приятным сюрпризом стали подарки от администрации и Совета депутатов. Но кроме презентов и теплых слов, вместе с паспортом ребята получают еще и большую ответственность. Дорогие ребята, представляется, что сегодня очень символично, что паспорта гражданина Российской Федерации вам будут вручаться именно в этот памятный день. Ведь с вручением паспорта вы не только приобретаете права, но и наделяетесь целым рядом обязанностей. Может быть сначала они не понимают, потом до них доходят, и они очень рады, что... А вот я получала торжественно. А я почему нет? Они очень расстраиваются. Даже не столько... Сначала, конечно, их привлекают подарки, а только потом они осознают всю важность данного момента. Награждение лучших школьников города – традиция десятилетней истории. Мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, поэтому на сцену пригласили ветеранов войны, военных и тружеников тыла. Николай Егоров в свои 14 лет вместо учебы в старших классах копал траншеи. Участник Великой Отечественной войны признается – сам получал документ в совершенно других условиях. Откровенно говоря, было неторжественно. Вот здесь, как называется, была милиция, где почта. Она такое невзрачное помещение. Заходили, никаких торжеств, ничего. Сейчас очень мило и запоминающе. Я очень рад за молодежь, и я думаю, что этот день им будет памятный. После окончания мероприятия ребята совершили по-настоящему взрослый поступок. Они все вместе отправились на возложение цветов к памятнику в Малеево. Ася Климова, Данил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов. Выставка-ярмарка поделок людей с ограниченными возможностями пройдет в центре «Меридиан». В рамках декады инвалидов «Я покажу тебе свой мир» Серпуховский центр реабилитации инвалидов «Меридиан» приглашает жителей и гостей города 11 декабря на выставку-ярмарку, где будут представлены работы, выполненные серпуховскими инвалидами. Вниманию посетителей будут представлены вышивка, вязание, различные сувениры и другие изделия, выполненные в разных художественных техниках. Вырученные средства поступят как самим автором, так и будут направлены на улучшение условий пребывания инвалидов в центре «Меридиан». Также в программе заявлена презентация работы центра и концерт художественной самодеятельности. Выставка-ярмарка с проведением благотворительного аукциона пройдет в центре реабилитации инвалидов по адресу улица Лермонтово, дом 54А, начало в 14 часов. К этому часу это были все новости. С вами был Алексей Романовский. Не переключайтесь.